Слава Господу! Я хотел бы сегодня поговорить на такую довольно-таки обширную тему с вопросительным знаком. Что на сердце у Господа? Хотел бы порассуждать. Что же, какие желания у Бога на сердце? Ну, как я говорю, это обширная тема, и я думаю, что у Бога на сердце много разных желаний. Мы читаем Писание, где написано, и Господу было угодно поразить Его. У Бога на сердце было такое желание поразить Иисуса Христа, чтобы была заплачена цена за грех, чтобы освободить мир от греха, от власти греха, чтобы открыть нам путь в небо. У Него было такое желание. Когда-то за Иисусом Христом шла женщина, которая кричала Ему и говорила, Господи, помилуй. И у Него на сердце было желание какое-то время Ее игнорировать. Он не обращал внимания. Когда она подошла к Нему, Он говорит, ну, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Интересно, у Бога разные желания, разные чувства, и это Он и нас сотворил по подобию Своему. Я думаю, что мы, вникая в себя, можем немного больше понять Бога. Но я больше хотел бы поговорить не в общем об этой теме, а именно, какое у Бога желание по отношению к нам, лично каждому из нас. Я хочу прочитать Деяние апостолам, 13 глава, 22 стишка. Здесь написано так про Давида. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Бог искал человека, ему нужно было определенные дела сделать Богу. И Он искал человека, который бы мог их реализовать. Он не просто так избрал Давида, чтобы исполнять все желания Давида, хотя мы, помните, когда Давид согрешил, Бог ему сказал, «Если бы тебе даже мало было бы вот этого, ну попросил бы, я бы тебе еще дал». Мы читаем, как Бог благословил Соломона, я даже так вот, мы недавно разговаривали, думаю, 300 жен, 700 наложниц. К чему, зачем, да? Оно вроде бы как бы, что такое вообще непонятно. Просто Он показал Соломон, что у Бога нету ограничений для благословения Его. Настолько Бог благословил Его. Какие богатства, что серебро вообще ни за что не считалось, да? Вот и Бог искал такого человека, который бы исполнит все хотения Его. Вы знаете, я хотел бы сделать ударение на слово «все». не немножко, не частично, а все Его хотения. Все хотения Господь хотел исполнить, чтобы Давид исполнил их. И вот интересно, что же Бог теперь от нас хочет. Давайте мы обратимся к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. И Он поставил. Вообще-то, я хотел бы еще пару мыслей сказать перед этим. Мы часто, бывает, немножечко путаем свои желания и хотения Божии. Я хотел бы несколько таких вопросов задать. Ну вот, скажем, кому нужно, чтобы мы говорили правду? Богу или нам? Бог ненавидит правду, естественно. Он ее не может терпеть. Но нужно-то это нам говорить правду. Потому что, если мы говорим неправду, Бог от этого не уменьшится, Его влияние не уменьшится, Его состояние не ухудшится, пострадаем только мы. Мы не сможем быть, где Он. Мы не сможем находиться в Его присутствии. То, что, когда мы берем то, что не наше, что это как-то влияет на Бога? Я не думаю. Это влияет на нас. Человек, допустим, курить и не может бросить курить, да, там, или еще что-то. Что Богу нужно, чтобы мы бросили курить, то еще что-то делать. Это, я думаю, не имеет непосредственного такого отношения к Нему. Это больше имеет отношение лично к нам. И Бог, Он просто, понимая, что это вредит нам, Он и советует нам, и говорит через Писание, не делайте так. Вот путь правды. Не уклоняйтесь от Него, следуйте за Ним, и вам будет хорошо. Вот я тебе предлагаю, жизнь или смерть, избери. Избери жизнь, и будешь жить. И вот здесь теперь Ефесянам 4 глава с 11 стишка написано так. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. У Бога было желание создать церковь, и чтобы врата ада не одолели ее. У Бога было желание, чтобы весь мир спасся. У Бога было желание, чтобы никто не погиб, но каждый познал истину, чтобы каждый был освобожден от бремя греха, чтобы каждый имел общение с Господом, чтобы каждый имел радость, чтобы каждый имел жизнь. У Него было желание. И для этого Он взял и поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями. И может быть мы так сидим и думаем, ну это вроде как не к нам относится. Но мы читаем дальше, и здесь написано, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Когда мы завершили совет с Господом, мы присоединились к Его телу, к Его организму. Это все, конечно, прообразно, но мы стали частью Его. Когда мы принимаем вечерю Господа нашего Иисуса Христа, мы приобщаемся к Нему, мы стоимся вместе с Ним, одним. Первое послание Коринфянам написано, «А соединяющийся с Господом становится с Ним один Дух в Господе». Это то, что мы желаем, это то, для чего мы избраны, чтобы соединиться с Ним. «Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляемых связей, при содействии в свою меру, каждого члена, каждого члена, мы являемся каждый отдельно, являемся частью этого тела, и у Бога есть определенное предназначение для самой маленькой части тела, любая часть мышцы нашей, даже волос на твоей голове, который мы теряем, это все имеет определенную какое-то предназначение, цель, и вот это тело, оно функционирует правильно и полноценно, только тогда, когда каждая часть тела, она функционирует и выполняет свою функцию, если мы перестаем пользоваться определенной частью тела, она со временем атрофируется, и она становится бесполезной, и мы этот вопрос называем уже как инвалидность, и в старости оно все равно к этому рано или поздно придет, но каждая часть тела, она предназначена Богом для исполнения какой-то определенной функции, и если бы какие бы мы большие или маленькие не были, мы должны это понимать, если мы этого не понимаем, и не знаем, что у Бога на сердце для нас, Его желание, что бы мы сделали, то мы навряд ли исполним наше предназначение, а если мы не выполняем наше предназначение, то придет когда-то последствие, придет ответственность, Бог когда-то привлекет и скажет, слушай, почему это произошло, и не будет, никто не сможет оправдаться перед Богом, никто, ни один человек, поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы подумали о том, какую функцию мы выполняем, реально, при содействии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви, поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по светности ума своего. Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Когда нас Господь избрал, Он не избрал нас просто, чтобы мы стали лучше, немножко, чтобы мы стали благословенными теперь. Он избрал нас, чтобы в нас были эти чувствования, которые были во Христе Иисусе. Очень важно нам поразмышлять о том, какие же чувствования были во Христе Иисусе. Матфея, 23 глава, 37 стих. Иерусалим, Иерусалим. Это Иисус обращался к этому городу, да? «Избивающий пророков и камнями побивающих посланных Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птицов своих под крылья, и вы не захотели. Какие желания переполняют нас, когда мы думаем и помышляем о Церкви Божьей, о народе Божьем, когда мы помышляем о людей, которые окруждают нас, мы видим, какие чувствования были в Иисусе Христе. Он не смог находиться равнодушным. И здесь отчасти Он сказал Его желания, Его переживания. Как часто Он хотел, Он пытался. Что только Он не делал, но они не захотели. Можем ли мы спокойно проводить нашу жизнь, зная то, что то, о чем переживает Господь, чтобы произошло через нас, каждого из нас, в нашей жизни, мы подчас равнодушны, мы беспечны, мы не выполняем нашу функцию, и нам как-то, и нас это не сильно-то и тревожит. Мы можем спокойно пропустить собрание, мы можем упустить возможность сделать доброе дело, мы можем упустить возможность поддержать нашего брата, нашу сестру. Наш брат или сестра, мы слышим, он упал, грех, может быть, еще проблема какая-то, и нас это не тревожит, и мы спокойно ложимся спать, мы спокойно carry on, да, с нашими дальше, продолжаем нашей жизнью жить. Это то, как думает Христос, это то, что Он чувствует, это отображает Его образ мышления в нашей жизни, или, может быть, это говорит о том, что мы в неправильном состоянии. Друзья, я хотел бы, чтобы мы искренне и честно проверили каждый самих себя, потому что это вопрос по идее жизни и смерти. Мы по час, ну что такое минута времени? Не заметил, она прошла. Час. Что такое провести два часа на интернете? Это, так говорят, зашел на пять минут на интернет и не заметил, как два часа прошло. Оно так, что нас завлекает, то быстрое время проходит. И мы не ценим этим, и мы проводим свое время, употребляем, исполняем наши желания, направляем наши пути. А ведь потом последствия. Как мы можем ревновать и желать иметь Божье, когда мы этого не ищем? Ведь на самом деле, то, что мы ищем, то мы и находим. И тот дом, в котором ты живешь, ты поставил для себя целью именно такой купить. Машина, на которой ты ездишь, те деньги, которые ты туда употребил, ты же мог как-то по-другому это все распределить. Я сейчас не критикую, поймите, я не об этом. Я говорю о том, что происходит в нашей жизни и наши поступки. Они показывают нам, чем наполнено наше сердце. Это показатель. О чем вы думаете, я не знаю, но я знаю, что вы говорите. Я знаю, как вы говорите, когда я слышу обо мне или еще о ком-то. И по вашим словам я могу определить, о чем наполнено ваше сердце. И то же самое относится ко мне. Это все не просто так, что ты раз и сделал. Ты же, это тобой двигали какие-то мотивы. Это показывает нам о том, что мы ценим. Если мы ценим Бога и ценим иметь с Ним отношение, мы не будем себя добровольно марать, погружать себя в грязь, чтобы потом это нам мешало. Мы не будем. А почему же такое происходит? Это показывает о реальности вещей. Наши поступки, наши дела, наше времяпровождение, оно показывает на самом деле, что происходит в нашем сердце и чем мы ценим. Не наши слова. Давайте прочитаем. Матфея, 15 глава. Восьмой стих. Иисус Христос говорит так. Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко, отстоит от меня. Ну, мы скажем это про фарисеев, Бог сказал. Это же не к нам. Мы уже больше знаем и понимаем. Мы, смотря на них, научились. На этот вопрос только каждый из нас может ответить. И на него возможно только ответить при свете Слова Божьего. Когда Господь коснется тебя, когда Господь откроет тебя и покажет тебе, кем ты являешься. Не просто какие-то религиозные реторикс, да, какие-то лозунги или еще что-то. По натоптанной дорожке мы говорим разные вещи, даже не задумываемся. Но на самом деле, как мы приближаемся к Нему? Близки ли мы Господу? На самом деле, ведь это же будет отображаться в действиях. Он говорит, что вы приближаетесь ко мне только устами, а сердце далеко. Где наше сердце? По-настоящему, где наше сердце? Это можно только проверить тем, что мы делаем, чем оно занято, к чему мы стремимся, какие цели мы ставим, какие мотивы, чем мы ценим. Это покажет нам, где наше сердце. И мы не можем обмануть себя. Мы не можем. Я сейчас не говорю это к тому, чтобы мы пришли в какое-то, ну, полную такую апатию, что, может быть, мы совсем никакие. Но я хочу, чтобы мы проверили реальность вещей. Это то, к чему нас призывает Писание. Эти люди, они как вроде бы искали Его, они искали, они говорили об этом, и они много чего делали. Мы об этом много читали, слышали, как фарисей молился, да? Я то делаю, то делаю. Он много чего делал. Он употреблял много времени для этого тоже. Много времени для этого. Но почему Он это делал? Что им двигало? Это и дало результат. И здесь Христос говорит в девятом стычке, но тщетно ищут, но тщетно чтут Меня. Напрасно. Тщетно это напрасно. Бесполезно. Нету от этого толку. Они вроде чтут Его, но нету от этого чести. Бесполезно. Уча заповедям человеческим, да? Уча учением заповедям человеческим. Исаия, 58-я глава. Бог обращается к пророку и говорит, «Взывай громко, громко, не удерживайся». Почему громко? Почему громко? Чтобы обратили внимание. Когда человек внимательно тебя слышит, можно шепотом сказать, и он услышит. Не нужно громко. Почему громко? Потому что, может быть, далеко кто-то стоит там, далеко. Если я тихо скажу, не услышишь, значит, нужно громко. А может быть, почему еще громко нам нужно детям нашим говорить? Ты ему сказал нормально. Он услышал, проанализировал, но не сделал. Ты ему громко. Потому что он занят чем-то другим, может быть. У него же будут другие желания сейчас, другие приоритеты. Зачем громко? Потому что ты хочешь выделить. Почему Христос говорил, «Истина, истина, говорю тебе». Он хотел выделить важность того слова. Он, обращаясь к пророку, говорит, «Так взывай, чтобы тебя не могли проигнорировать». «Взывай громко и не удерживайся». Uncontrollably, да, то есть со всей своей силой употребли всю свою энергию, чтобы вот это сейчас сказать. «Подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Израилеву на грехи его». Какие грехи, какие беззаконие? Они каждый день ищут меня, каждый день, и хотят знать пути мои, как бы народ поступающий праведно и не оставляющие законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Неподобные ли вещи мы говорим и делаем? Но давайте проанализируем теперь. Может быть, мы уподобились этим людям. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Почему? Мы молимся, может быть, многими годами, и я молюсь уже долгие годы, «Господи, я хочу стать подобным Тебе, я хочу, чтобы во мне отобразились Твои желания, я хочу, чтобы грех не царствовал надо мною». Я не вру, я действительно этого хочу. У меня есть это желание. Но теперь вопрос о возможностях. Вот если сейчас кто-то, ну, Тима, да, к примеру, захочет сейчас поднять там меня, или какой-нибудь большой груз, пиано, может ли он поднять? А если есть такие возможности, ну, к примеру, если вдруг будет там гореть дом, и мне нужно вот так взять кого-то из вас и вынести, да, вы там без сознания. Я не смогу физически просто. Я не думаю, Леня, я думаю, ты так и останешься лежать. Ну, я, может, оттащу тебя немножко. Ну, я думаю, что ты пропал, если вопрос до этого дойдет. То есть желание-то есть, а возможности нет. А почему нету возможностей? Почему? Ведь нам даровано все для жизни и благочестия. Все. Все даровано, чтобы мы стали подобны Ему. Иисус умер. Иисус воскрес. Иисус оправдал нас. Благодать над нами. Все. Почему не происходит? Потому что есть определенные процессы, определенные законы, которые не прекратятся. И здесь Бог говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Когда мы чего-то стремимся добиться, чего, почему? Или почему мы не освобождаемся? Да потому что мы все-таки, может быть, не хотим от чего-то освободиться. Может быть, для нас это еще приятно. Ну, как? Нужно же и себе оставить что-то. И вот Бог искал человека, который бы исполнил всю волю его. Всю его волю. Мы, может быть, частично что-то исполняем, а где-то мы оставляем что-то для себя. И тогда получается, что Бог не может иметь серьезных с нами отношений. Не потому, что Он не хочет, но потому, что есть определенные условия, которые Бог не может перешагнуть. И Бог говорит, вот на кого я презрю, на кроткого и сокрушенного духа. Если мы не встаем в такую позицию, если мы свою волю не подчиняем Ему, но продолжаем искать и требовать своего, то не может этого исполниться, не может произойти. Что мы... Для чего мы живем? Я думаю, что, к сожалению, получается так, об этом реальность говорит, что мы в большей мере живем для себя, для исполнения своих желаний. И Бог, я более чем уверен, Он хочет, чтобы это изменилось. Его желание, чтобы на нас пребывало имя Его. Его желание, чтобы на нас пребывала слава Его. Его желание, чтобы наше сердце было свободно от осуждений. Чтобы наша совесть была чиста. Чтобы мы пребывали всегда в Нем. Чтобы мы находились в Нем. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, чтобы мы никогда не появлялась дистанция между нами и Богом. Это Его желание. Я хочу прочитать сейчас еще несколько мест Писаний, и мы будем молиться. Михея, 6 глава, 8 стих. 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро». Ну а до этого здесь, я думаю, мы слышали проповедь, я сам проповедовал только на этот стих. Здесь написано, ну можно, с чем предстать мне, с 6 стихом, с чем предстать меня перед Господом, преклониться перед Богом Небесным. Желание такое же есть, да, у нас, угодить Господу, да. Представить ли ты мне сосисожжениями, с тельцами однолетними, с тысячами долларов, да. Может быть, еще что-то Богу принести, дать, чтобы Бог прославился. Но можно ли угодить Господу этим всем? Можно ли этим угодить? Разве Бог нуждается в деньгах? Абсолютно нет. Все деньги, все золото, которое есть в этом мире, оно уже Его. Он имеет полный контроль над этим всем. Полный контроль. И те люди, которые не верят в Бога, да, они абсолютно, они являются Его оружием, Его орудием. В любой момент Он возьмет, скажет и сделает этот человек. Мы читали в местописании Навуходоносор, который не знал Бога, но Бог его использовал так, как хотел. Он был слуга, раб, раб его, он сам того не знал. Бог может это делать, ему не нужно это все. О человек, вот что хочет Господь. Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Колоссянам 1.9 Это молитва апостола Павла, да? Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, что они уверовали, да, Колоссяны. Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Каждое слово, оно здесь просто как как Писание говорит, как золотые яблоки. Оно имеет такой огромный смысл, такое большое значение, но так близко. Это нам так необходимо, укрепляя всякую силу и могуществом по славе Его, во всяком терпении, великодушии, с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для Него создано. Вся наша жизнь, все наше существо, мы сами для Него созданы, но мы продолжаем жить для себя в большей мере. Мы созданы для Него каждый день нашей жизни. Все, что Он тебе дал, все твои деньги, и что бы еще ни было в твоей жизни, таланты, красоту или еще что-то, Бог это сделал для себя, чтобы это у Него было, а мы живем так, как вроде этого не произошло и не понимаем. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Друзья, я думаю, что пришло время познать Его, и чтобы это познание, оно отобразилось в нашей жизни не на следующий день, не просто, когда Бог касается нас, мы, как вроде, какое-то время проводим каких-то таких особенных, там, может быть, ревнованиях, а потом все возвращается на свои места. Мы созданы для Него. Давайте мы не дадим покоя нашим отчам, давайте мы взыщем того, чтобы Его воля, вся Его воля исполнялась в нашей жизни полноценно. Я не говорю сейчас, чтобы мы стали просто какими-то религиозными людьми, чтобы мы просто себя отделили. Это нормально, то, что мы живем. Есть некоторые вещи, которые неизбежны. Работа, зарабатывать. Хочешь дом себе построить? Ну, построи. Хочешь хороший построить? Построй. Но только смотри, чтобы это не мешало тебе исполнять Его волю. Хочешь жениться? Женись. Замуж выйти? Ну, пусть Бог благословит. Но чтобы это не причиняло вред тому и препятствий тому, чтобы ты выполнил Его волю, потому что ты принадлежишь Ему. И когда-то Бог скажет, сын мой, дочь моя, как ты провел время? Чем ты занимался? Я дал тебе вот это все. Дай отчет. Хотелось бы, чтобы в нашей, в конце нашей жизни у нас не было стыда, чтобы мы с радостью, чтобы мы вошли в город воротами, чтобы мы знали. Павел говорит, что я совершил течение, я веру сохранил, меня готов венец, я готов сейчас, прямо сейчас перейти. Но для меня лучше сейчас остаться здесь, потому что я, для меня есть еще воля Божия, чтобы я ее исполнил. Пусть это не даст покоя нам, нашим очам, нашим помышлениям, но чтобы мы заболели этим, чтобы это было как, как агония какая-то, чтобы она не давала покоя нам, но чтобы мы все-таки сделали то, что мы не делали вчера для достижения этой цели. Сегодня этот день, будем молиться. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,